Пришел вопрос от одного из наших слушателей, трудные места писания с библейским порталом Экзагет, разумеется, о чем мы говорим с вами сегодня. Об этом вопросе. Читаю, различные эритики, ну, я бы не торопился давать слово эритик как ярлык кому-то, ну, неважно, различные люди, ссылаются на стихи из книги Деяний 17, 24, 25. Так вот, ссылаясь на эти стихи, хотят доказать, что строительство православных церквей является нарушением заповедей Божьих, ведь не Иисус, ни апостолы не строили церкви, а православные строят. Как правильно отвечать на подобные провокации? Но на провокации всегда надо отвечать любовью и больше ничем, потому что это самый главный способ победить зло. Но что ответит на этот вопрос? Смотрите, Бог не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих. И можно посмотреть, конечно, на контекст, кто и кому это говорит, это тоже важно. Это говорит апостол Павел в Афинах, Афинином. Наверное, если бы он проповедовал перед иудеями, он бы сказал немножко иначе, потому что иудеи считают, что в некотором смысле в храме в Иерусалимском живет Господь. Конечно, не в том смысле, что там, знаете, как на карикатурах атеистических старичок с бородой такой гуляет, волшебник он немножечко, а в том смысле, что он присутствует среди своего народа, и в этом символическом смысле он живет в храме. И, конечно же, собственно, книга Исход и все, что дальше говорит, что он именно требует служения рук человеческих, жертвоприношений и прочего. Но он говорит с философами греческими и вообще любителями философии, которые к этому относятся так немножко пренебрежительно. Ну, у них уже Платон, Аристотель несколько веков, у них уже там стойки, киники, кто угодно, да? И тут приходит какой-то с Ближнего Востока выходец, говорит, вот мы там поклоняемся кому-то, жертвы какие-то надо приносить. Ой, это все такой примитив. И он с самого начала говорит с ними вот на этом языке высокой философии. Нет-нет, не думайте, пожалуйста, что я пришел вам рассказывать о том, что вот сейчас вы построите еще один храм, у вас много их в Афинах. Правда, было много. Помните, он тут оттолкнулся еще от того, что нашел жертвенник, на котором был написан неведомому богу. На самом деле он, скорее всего, был поставлен на всякий случай, ну, как неизвестному солдату могилу делают, вот как бы всех солдат почитаю в лице неизвестного. Так, видимо, Афине не почитают неведомого бога. На свете столько богов, думают они, а вдруг мы одного упустили? Он на нас обидится, что мы ему жертв не приносили. Ой, давайте поставим жертвенник неведомому богу, и в случае чего мы скажем, а вот мы как раз этого бога имели в виду, да, так выкрутимся. И Павел переворачивает это, он говорит, вы не ведаете бога, он только не один еще какой-нибудь, где-нибудь там у гипербореев, да, бог номер 385 бис, а это единый бог, который единственный на самом деле бог, и вы его пока не ведаете. И если вы думаете, что я сейчас хочу вас научить новым ритуалам, потребовать от вас нового зодчества, новых обрядов, новых жертвоприношений, это совсем-совсем не так. Я хочу от вас, хочу вам предложить веру, которая вам так необходима при всей вашей высокой философии, при всем вашем платонизме, стоицизме, кинизме и прочих отличных философских течениях. Это с одной стороны. Но если отличиться от контекста, слушайте, а неужели бог живет в рукотворных храмах? Неужели он в самом деле вот сидит в алтаре, и там каким-то образом мы приходим к нему, для того, чтобы с ним встретиться? Ну, конечно, не в таком примитивном смысле. Конечно, эта встреча происходит, но она происходит внутри человеческих сердец, она происходит внутри общины, которая собирается, где двое и трое, там и я посреди них, сказал Христос. Требует ли бог служения рук человеческих? Вы знаете, вот языческие боги его именно требуют здесь, ключевое слово требует. Какой-нибудь идол требует от своих почитателей, как они думают, конечно, потому что идол на самом деле просто деревяшка или камень, требует, чтобы они приносили жертву, мазали этому идолу кровью этих жертв в губы, и что-нибудь еще такое с ним делали, иначе он обидится и сильно их накажет. Вот единый бог не нуждается в жертвоприношениях, в них могут нуждаться люди для того, чтобы вступить в общение с этим самым богом в Ветхом Завете, это так происходит. Нуждается ли бог в доме, чтобы жить? Вот, ну, если нету дома, как ты будешь зимовать, да? Что ты будешь делать в непогоду? Вот богу тоже нужно дом построить, иначе ему холодно там будет. Нет, конечно. То есть, безусловно, эти слова не только в контексте Афин какого-нибудь 30-какого-то года нашей эры верны, но они верны в любом контексте. То есть бог не имеет нужды ни в храме, ни в храмовом богослужении, ни в чем-либо еще. И, кстати, храм, ну, в те времена храм только иерусалимский. Вот собрания первых христиан, они проходят в какой-то другой модели. Они не собираются в Иерусалиме или там Антиохии, Кесарии, в любом другом городе, в одном месте обязательно. Они не исполняют каких-то определенных ритуалов. Где в Новом Завете чин, литургии или что у них там было, да? Где это все? Где молитвослов, где там триодь, где вот эти богослужебные книги в деяниях? Нету их. Мы знаем, что они собирались, молились, преломляли хлеб, то есть, совершали то, что мы называем евхаристией. А как? Ну, как-то. Сами они легко находили способ это сделать. Потом это все возникнет, да, потом возникнет эта культура, и собрания христиан, они станут проходить в особо выстроенных зданиях. Тогда этого еще не было. Кто им эти здания построит или разрешит построить? Тогда же собирались где удалось, да, в какой-нибудь комнате частной, да, и в наше время такое тоже бывает. Выстроят особые здания. Позже, когда христианство станет сначала разрешенной, потом и главенствующей в Римской империи религии. Эти здания назовут храмами, но слово храм в русском языке просто называют две вещи. Это Иерусалимский храм или даже три вещи. Иерусалимский храм, храмы разных других религий и конфессий и христианские молитвенные здания, в которых собирается церковь. Но церковь – это не храм, это община людей. Знаете, вот в эпоху ковида появилась такая, ну, карикатуру не назовешь, потому что это не смешно, а поучительно. Но очень интересная с фотомонтажом такая картиночка, где вот ввели карантин, когда жесткий карантин, ввели вообще никуда не заходить. И мужчина так раздражен, говорит, мы не можем ходить в церковь. Женщина ему отвечает, мы не ходим в церковь. Он говорит, как? Мы и есть церковь, отвечает она ему. Вот мне кажется, это очень точно отображает эту истину. Мы и есть церковь, говорит она ему. Да, мы собираемся в некотором здании. Мы не просто знаем, что мы существуем. Мы собираемся в определенном здании. Это здание мы можем называть храмом. Но мы собираемся там не потому, что Бог в этом нуждается, не потому, что вот он от нас это требует, как в армии требует там построение на плацу, да, а потому что, ну, нам вместе с Богом и с другими хорошо в идеале. Если это все становится просто исполнением некоторой повинности, тогда не очень понятно, зачем это нужно. И дело не в том, кто как упрекает православных или православные кого-то упрекают. Дело, наверное, в том, понимаем ли мы, где бы и кем бы мы ни были, о том, что... Понимаем ли мы, что вот церковь и храм — это немножко разные вещи, и церковь может собираться в храме, но она не тождественна храму. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok